Ну и вот станция для ловли покемонов в саду Бенуа, которая, я уже сказала, в ближайшее время появится. Почему была выбрана именно эта площадка, узнаем у руководителя этого проекта Марии Лушниковой. Она выходит на прямую связь с нашей студией. Мария, доброе утро! Ну, насколько я знаю, в саду Бенуа уже проходит одна выставка, посвященная дополненной реальности. Ее автор Николай Копейкин. И вот вы теперь решили еще и к покемонам обратиться. Почему? Слушайте, мы... Доброе утро всем! Рада вас видеть, слышать. Мы себя позиционируем как специалисты в дополненной реальности. Мы начали эту игру год назад. Мы поняли, что в ситуации с нашим парком, где нам ГИОП и, возможно, администрации не разрешают ничего проводить, мы приняли решение, что мы уходим в мир дополненной реальности повсюду. Наш проект объединяет все виды деятельности, связанные с покемонами. Начали мы с книжки год назад, которая взорвала интернет с точки зрения интереса детей, и остановиться уже не смогли. В азбуке мы анимировали каждую букву. В ресторане это будут меню для детей, поясняющие, как они готовятся. Это будет в школе. Это есть везде в нашей продукции, в том числе и в этой футболке. Когда на нее наводишь, она мучит и улыбается. Это все такой фан, который просто дает людям новую возможность почувствовать себя в другом мире и увидеть что-то больше, чем вокруг нас. Вот так. Скоро мы хотим провести фестиваль дополненной реальности, где объединим все виды возможных гаджетов и представить миру возможности, которые дают дополненную реальность. Это, на наш взгляд, тренд этого времени. То, что появились покемоны, это только в плюс. И, конечно же, у нас будет самая крупная станция покемонов в этом районе и, может быть, даже в городе. Мария, скажите, пожалуйста, для людей, но не очень посвященным, как будет выглядеть эта станция, что она будет вообще из себя представлять? Мы подали заявку, ждем одобрения. Станция, где будет самая не один, два, три покемона. Не знаю, сотни. Слушайте, а вот... В нашем приложении Бенуарики они точно так же появляются в неизведанных... Да-да-да-да, слышу вас. В неизведанных местах? В нашем приложении Бенуарики точно так же они появляются. Появляются в разных местах и выскакивают из зданий, из книжек, из меню, из еды, из башни и будут смешиваться с покемонами. Скажите, вот интересуются коллеги тут мои в том числе, а какая-то конкуренция между станциями присутствует? Вот, например, мы сегодня рассказали, что во многих кафе уже появились такие станции. Или чем больше, тем лучше в городе? На мой взгляд, вопрос конкуренции – это разные виды услуг. Ведь есть кафе, который это развивает, есть книжки, есть там информационные порталы для детей. Мы решили объединить у себя все. В этом и фишка, что дополнена реальность повсюду, возможности безграничные. Передача информации, передача знаний, передача каких-то посылов клиентам. Это может быть применено вовсюду. И в том числе, как бы, ты наводишь на компьютере наметку у себя и видишь дополненную реальность. Это вообще большой рывок в будущее. Для нас это очень интересно. Поэтому конкуренция, как таковая, не между продуктами, а между технологиями. Кто уже там? Вопрос только в этом. Я думаю, это только еще начало. Самое интересное ждет нас впереди, когда уже Покемон Гоу официально придет в нашу страну. Ох, что начнется! Спасибо. На прямой связи с нашей студией была руководитель проекта в саду Бенуа. Там, я напомню, откроется скоро крупнейшая станция по ловле покемонов Мария Лушникова. Продолжение следует...